Привет всем! Вы знаете, так приятно встретить старых друзей, друзей Have Fun With Russian. И сегодня со мной Эмиль Фрайнс, который раньше был студентом Лейденского университета. И именно с Лейденским университетом в 2012 году, очень давно, Реа Новости и Have Fun With Russian провели первый свой видеомост с Голландией. Я думаю, что всем нам, всем друзьям Эмиля будет интересно, что он расскажет, что с ним произошло за эти четыре года. Эмиль, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю на Московском государственном университете, значит, МГУ. Это главный университет города Москвы. Да почему? Россия, на самом деле. А, в России тогда? Да. И я там сейчас работаю лектором нидерландского языка, значит, что я там преподаю. И я учу там русских студентов говорить на голландском. Замечательно. А ты закончил магистратуру в Лейденском университете? Да, два, да, уже два года назад я закончил свою учебу в Лейдене. Я там закончил учебную программу Russian and Eurasian Studies. Написал тезис о восточно-славянских языках. Молодец. И потом я год учил, как стать, я учился, как стать преподавателем в Амстадамском университете ЮФА. А вот у меня такой вопрос. Столько же студентов русского языка в Лейденском университете, изучающим русский язык, по сравнению с теми студентами, с количеством тех студентов, которые изучают голландский в МГУ, больше и меньше? Ну, это же... Мне это казалось странно, но когда я начал учиться русскому языку в Лейдене, тогда наша группа была всего, может быть, 10, максимум, максимум 10 человек. А сейчас первокурсники в Лейдене, их гораздо позже. Что ты говоришь? Да. Ну, у них сейчас, ну, думаю... Это интерес к России проявляется? Да, интерес. И, конечно, Россия стала почаще появляться у нас в СМИ и так далее. Но когда я сюда приехал неделю назад и познакомился со своими студентами, я заметил, что их числа очень... ну, это всего только 6 студентов третьего курса. А мне это казалось очень мало, так как я думал, что здесь, в Москве, интерес к Голландии тоже... Интерес к Голландии есть. Это абсолютно точно. И большая комплементарность между Россией и Голландией существовала всегда. Скажи, пожалуйста, а как ты получил эту работу? Почему ты не захотел преподавать русский язык, например, в Амстердаме или в Лейдене? Ну, это же долгая история, но, коротко говоря, я искал работу в Голландии. И я уже год ищу место, где можно работать над кандидатурой. Кандидатской диссердацией. П.Х.D. Значит, П.Х.D, да, точно. Но такое место еще не нашел, к сожалению. И я тоже нашел, как сказать, обычную работу. И тоже еще не нашел. Я провел стажировку, значит, я преподавал русский язык на вузе в Утрехте. И тоже несколько лекций преподавал в Ленинском университете и в средней школе. В Ленинском университете, но постоянную работу я еще не нашел. И потом, поэтому я написал своим друзьям, в том числе и знакомой из Москвы. Ну, она из Петербурга, она сейчас работает в Москве. И я спросил, ну, вам нужен ли голландский преподаватель? И она была очень рада, что я об этом спросил, так как они собирались в тот же момент тоже написать вакансию на такую позицию. И таким образом она сказала, ну, пожалуйста. Да, в нужное время, в нужном месте. Да, точно. И сейчас ты профессор МГУ. А, не профессор. Ну, преподаватель МГУ. Дектор, дектор. Вот, и мы желаем тебе, я желаю, и все твои друзья желают тебе успехов. Может быть, напишешь диссертацию и в МГУ. И я напишу рецензию. Спасибо большое, Эмит. Спасибо большое.